А вы когда-нибудь видели что-то такое маленькое в такой цивильной упаковке? Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в нашем обзоре такой маленький интересный OTG-переходник. Самое интересное, что меня действительно удивило, это то, что он пришел упакованный, вот так, смотрите, как флешка. В наборе только сам OTG-переходник и ничего более. Сам этот OTG-переходник очень тонкий. Давайте теперь распакуем, посмотрим, что он из себя представляет. Офигеть, какая маленькая пи***шка. Смотрите, у меня ноготь больше, чем эта хрень. На самом деле, меня очень интересует вопрос, что можно подключить к моему телефону. Например, звуковая карта от компьютера. Питание пошло. Офигеть, представляете, тут даже есть звук. Правильно, да у меня не было выбора, черт возьми. Это единственный выбор. Такая фигнюшка и работает сразу, представляете? Так, проверяем дальше. Это модуль от беспроводной клавиатуры. Офигеть, она работает, представляете? А вот только язык, я не знаю, как переключить. Проверим мышку. Тоже беспроводная мышка. Блин, сломать боюсь. Китайская же все. Представляете, не во все USB можно засунуть этот переходник. А проблемой тому на адаптере наличие вот таких вот меток, которые внутри задевает наш OTG-переходник. Печалька. А помните наш USB-хаб всего за 1 бац? Мы попробуем подключить и его. Вставился без проблем. Признаться, мне интересно, сколько же она потребляет. Напряжение на выходе 5,09 вольт. Подключим наш приемник от клавиатуры. Смотрите, все работает. Потребление по нулям. Предлагаю нагрузить чем-то посерьезнее. Может, можно зарядить от него телефон другой? Офигеть, представляете? Ток заряда 0,41 А. Опа, интересно. Подключено, как мультимедийное устройство. Через USB. Ух ты, смотрите. МТП устройство не подключено. Интересно. Также можно подключить, как камера. ПТП. А что теперь ты ответишь? Галерея. Ух ты, смотрите. Приложение галереи. Открыть. Где приложение галереи? Ну-ка, еще раз. МТП. О, галерея открывает, смотрите. Что-то тут пусто. Да, кино не будет. Ошибка. Ну ладно, давайте подключим еще что-нибудь. А теперь вот такой вентилятор. Это не вентилятор Xiaomi. Это его копия. Оно очень хорошее. Потребление около 270 мА. Теперь проверим флешку. Простая флешка. Ну как простая. 32 гигабайта USB 3.0. Ух ты, смотрите. Нашел карту памяти. А на этой карте памяти операционная система вместе с драйверами. Из видеоролика про бесплатный интернет. Можете посмотреть здесь. Ну вообще здорово. Ух ты, карта неожиданно извлечена. Все-таки я решил подключить мышку. Проверить, как она будет работать. Одновременно у нас будет включена, смотрите, и мышка, и клавиатура. Сейчас мы все проверим. Раз. Опа, мышка появилась. Вообще кайф. Раз. Ну вообще жесть просто. Отлично. Стало только поменять раскладку. Смотрите, интересно. Клавиатура Swift K. Ничего даже устанавливать не надо. Здесь можно переключать нажатием Ctrl пробел. Пишем на русском. Ctrl пробел. Пишем на английском. Все очень удобно. Я уже ради интереса заинтересовался, можно ли к ней подключить картридер. Отсутствует карта SD. Отсутствует карта SD. Отсутствует карта SD. Хорошо, дадим тебе SD. Что же проблема? Да, с такой сложной задачей погода ему не справится. А есть еще вот такой китайский картридер. Смотрите, все сразу нашлось. Действительно зачетная маленькая вещь. Ее несложно носить с собой. Можно подключать практически все устройства. Этот УТГ настолько компактный, что его можно просто где-то потерять. Но по крайней мере, которые у меня были, я смог подключить практически все. Единственная проблема, что вот этот вот картридер вызывал какую-то ошибку, показывая, что здесь не подключена память. Но в остальном здесь все полностью работает. Мышки, клавиатуры, джойстики. С помощью нее можно зарядить даже другой телефон. Но при этом он не кажется хлипким, так как полностью выполнен из металла. Жесткого металла его нельзя просто согнуть. Ну а если вам понравилось это видео, подписываемся на канал, ставим пальцы вверх. И до новых встреч. Пока-пока. В начале злоточки мы будем использовать самый крупный камень, то есть 120. Кстати, для этого точильного устройства в Китае также можно заказать отдельное устройство ЕДМ-1, которое уже подключено.